В суд направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей Кировска. Они решили воскресить криминальные 90-е и занялись рэкетом. Однако их преступный план провалился. Теперь пятерка, обвиняемая в похищении людей, рискует лишиться свободы на долгие годы. По данным следствия, средь бела дня во дворе по улице Олимпийской они похитили двух человек, предпринимателя и его сотрудника. Мужчин привезли на неизвестную квартиру, заперли там, а потом, угрожая оружием и применяя насилие, требовали деньги. С одного потерпевшего требовали 200 тысяч, с другого 300, причем на регулярной основе. В совокупности сумма требований достигала 500 тысяч рублей, что соответствует крупному размеру. Потерпевшие под воздействием того насилия, тех угроз, которые в отношении них применялись, утратили к воле и сопротивлению и высказали согласие на передачу этих денежных средств. Вот мы устанавливали непосредственно, собирали улики, все возможные, которые мы можем доказать последствию и предоставить следственным органам дальнейшего доказывания. Ну, в принципе, установили место жительства, всех и троих фигурантов мы задержали непосредственно в адресах проживания и через полгода задержали еще двоих фигурантов. Тищение человека с отягчающими обстоятельствами, вымогательство в крупном размере, угон автотранспортного средства. Готовы выступить с последним словом осужденные. Малинин. Как сообщает региональный следком, гидирует жителям Лурманской области от 28 до 43 лет грозит срок за похищение людей. Троех подозреваемых воеваний на территории нашего региона четвертый будет задержан в Трофундарском крае и еще один в Ленинградской области. В настоящее время мужчины содержатся под стражей, свою причастность к совершению противоправного объявления отрицали, однако по главным следствиям в апреле 2020 года именно эти люди на улице Олимпийской в городе Кировске захватили двух северян 34 и 30 лет, угрожая огнестрельным оружием и применяя насилие опасное для здоровья и усадили автомобиля и перевезли в одну из квартир дома на улице Миров в Кировске. Похитители требовали отжим полмиллиона рублей. Те согласились, собрали сумму и передали преступникам. В настоящее время проводится следственное действие, направленное на установление всех обстоятельств по службе. Уже доказано, никаких передач не было, ничего, но все-таки следственный комитет, уже на то время у него была такая информация. То есть вот эти люди занимались нашим делом. Группа из 8 человек, чем занималась, так и непонятно. Истина, она не рождается. Истина, она рождается в споре. Правильно? То, что у нас происходит на суде, да, это, я считаю, монолог. Это, то есть я сказал, он устроил, а мне потом написали свое мнение. Сократ говорит, платон не друг, но истина дороже. Здесь, в Мотловске, я так понимаю, этого вообще не придерживаются. Тут есть такое, наверное, больше придерживаются. Ворон, ворон, у вас не выгодит. И все друг друга, соответственно, покрывают. Одно, другое делают вид, что ничего не замечают, что все хорошо, в порядке вещей. То есть мы все врём, а, так сказать, потерпевший говорит единственный, кто. Один говорит правду. У меня всё отобрали, отобрали здоровье, да, которое я за два года и так уже предостаточно здесь потерял. Здоровье, это, причём я об этом и на продвене говорил, да. То есть я в Мотловске, когда попал в Мотловске на лужинскую тюрьму, я первый раз в медицинскую тюрьму, попал там через два месяца. Я ей пишу уже, я умираю, вызовите меня, там вообще без разницы. Я об этом заявлял в суде на продвене ГСУ, а суд мне отвечал статьями, что по статье такой-то, такой-то, медицинская помощь оказывается в полном объёме в учреждениях. Это человек, который там даже нету, а если бы он там был, я думаю, он бы списал бы всё там на свете и на стенах, и везде, что там происходит. Поэтому, ну, я не знаю, для меня Мотловск это какая-то бурра и уйдёбие. И ну, хорошо, как откуда сейчас привезли. Вы вправе обращаться с заявлениями органов, которые могут решить этот вопрос, но не суд этот вопрос решает. Хорошо, Ваша честь. Поймите нас правильно. Ваша честь, объясните меня, пожалуйста. Почему я должен в стране нести наказание? Почему? Объясните мне. Вот просто... Выступайте с последним словом, не задавайте вопрос. Выступайте, пожалуйста. Ваша честь, я всё-таки надеюсь на вашу сознательность, понятность, и надеюсь, что всё-таки вы сделаете соответствующие выводы, и будете более, так сказать, правдивы, внимательны, то есть и отталкиваться от своего мнения, а не от чего-то. Всё, спасибо, Ваше честь. Хорошо, спасибо. Слово предоставляется последней отрубдённому Лапину. Хотелось бы, чтобы суд Вашей инстанции применил закон и посредственно по закону поступили, по доказательствам. Я не прошу ничего фантастического. Единственное, я прошу, чтобы оценили по закону добытые и озвученные доказательства в суде первой станции, в процессе следствия, оценили, дали правовую оценку законности и поступили по закону. Именно по закону, где подтверждается наша вина по закону. Сбора доказательств, а не предположениями и долгами. То, что нас обрекли в суде первой станции на процессе, или в процессе следственных действий, уже виновны, якобы, то, что мы ранее судимы, значит, особо не надо обойти. И с доказательствами, и со всеми. Все это было уже определено, и шло с обвинительным углом. И нас никто не слышит. Проводами, публикуются протоколы, оперативники, которые должны выполнять свою работу, искать доказательства и следственные группы созданные, предоставлять доказательства по уголовному делу, а не предположениями и какие-то домашние. А потом на этом все устроилось. По закону все рассмотреть, и принять. Единственная моя просьба, потому что другие просьбы, я уже не знаю, объяснять опять, вдаваться в то, что происходило, как и нарушение, и все это, я не буду вывывать. И несколько мы все это слышали уже неоднократно. Законность, просто по закону поступите. Вы лучшая коллегия об основном суда. Трое суд. Это единственная моя просьба к вам. Поступите по закону. Все, спасибо. Последнее слово предоставляется субденному Михееву. Суд первой станции был на стороне обвинения. Суд первой станции все оконят. Вина моя и остальным поступить, я считаю, ни в чем вообще не доказано. Вообще ничего. Просто по словам давать такие срока. Я являюсь мужем, являюсь отцом твоих детей. И меня сейчас заключили уже два года, четыре месяца в двух веках. Я считаю, что это вообще несправедливо. На данный момент мы давали человеку, я надеюсь, что он донесет. Если сейчас не будет никаких изменений для этого судье, и вы поймете какое-то отрицательное решение, то я считаю, что он донесет до общественности, что он творил в суде первой станции, что ничего не доказано. И, в принципе, я думаю, многим людям будет интересно почитать, как бы, почитать это дело. Это дело есть в определенном виде. И я думаю, заинтересуются мне другие люди. Может, какие-то авокады, поли, какие-то, я не знаю, которые захотят доказать, что они виноваты. А, в принципе, я не знаю, как и все. Мама, и все нормально у вас? Все в порядке? Банды, может быть, стакан? Хорошо. Миккеев, все, вы выступили? Да, да. Все, спасибо. Присядьте, пожалуйста. Последний зон представляется обсужденному Иванову. Здорово, счастливое спасибо. Уважаемый суд. Я тоже коротко хотел про себя рассказать. Я всю свою жизнь жил честно, являюсь добропорядочным гражданином. Не нарушался он, не совершал преступления. Я никогда не привлекался к уголовной ответственности. Всегда был честен как перед законом, так и перед людьми. И для меня это было туда, когда сотрудники правоохранительных хоров, по сути, которые должны меня защищать и защищать мою свободу как гражданина. Просто-напросто разрушили мою жизнь. Растоптали сапог, своприховали против меня, не виновного человека, тела, а для достижения собственных интересов. Подкрыто об этом говорили и смеялись мне в лицо. А после сон всего лишь на лживых показаниях, которые не соответствуют действительности. Я знал меня виновным. То, что я пережил и пережила до сих пор, я даже самому злейшему врагу пожелать не могу. Если таково правосудие, то я не знаю, как вообще дальше жить. Как это принять и осознать, я просто не знаю. Поэтому, уважаемый суд, я прошу вас восстановить справедливость в отношении меня и вынести правильно, справедливо, свободное и обоснованное решение. У меня все, спасибо. Спасибо. Перед последним словом осужденного Маркова в суде объявит объявит.